Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Президент Казахстана напомнил, что это уже его третья встреча с Хабировым. Первая была в сентябре 2021-го в ходе визита главы Башкортостана в Астану. Следующая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума. Касым Жамартакаев заявил, что по обе стороны границ активно работают как государственные, так и частные компании. Создаются более надежные логистические цепочки для поставки товаров, развивается и гуманитарное сотрудничество. Однако это далеко не предел. Есть необходимость углубления связей. Мы знаем все сильные стороны вашей экономики, социальной жизни. В частности, наши нефтяники, будь это государственная компания или же частные компании, работают вместе с нефтехимиками Башкортостана и в практической сфере, и в области науки, где ваши достижения совершенно очевидны. Развивается торговля. Я считаю, что нынешний уровень торговли, безусловно, неплохой, но нуждается в дальнейшем повышении. Ради Хабиров на встрече отметил, что Казахстан и Башкортостан за три года существенно увеличили объемы товара оборота. За неполный 2023 год он составил более 450 миллионов долларов. Для нас Казахстан, для Башкортостана – это главный партнер. Мы именно так думаем, мы именно так считаем, именно на это работаем. И здесь, уважаемый Касым Жемалько Милович, мы хотели поблагодарить. Мы здесь действительно чувствуем себя как дома. Нам комфортно работать, нам оказывается содействие по каждому вопросу, который возникает. Ранее делегации Башкортостана во главе с Радием Хабировым и премьер-министром Андреем Назаровым встретились с руководителем казахстанского правительства Алиханом Смаиловым. Они открыли форум «Казахстан-Башкортостан» в Астане. Всего в составе бизнес-миссии представители порядка 90 предприятий нашей республики, в том числе малого и среднего бизнеса. Уральский пружинный завод запустит производство в Кастанае уже в этом году. Инвестиции в проект составили более 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров на заседании рабочей группы по сотрудничеству Казахстана и Башкортостана в Астане. Еще один успешный пример взаимодействия подает башкирская содовая компания, которая имеет в Казахстане 50 контрагентов. При этом еще остается нереализованный потенциал развития сотрудничества. В ближайшее время планируется наращивание связей с регионами дружественной страны. К подписанию готовятся соглашения с Карагандинской и Кастанайской областями. Уверен, что новый импульс нашему сотрудничеству, конечно, придаст 20-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Как вы знаете, по инициативе президента России Федерации Путина, следующий форум, этот 20-й, в этом году пройдет в Уфе. И, конечно, мы приложим свои опыты и возможности для подготовки на высоком уровне этого форума. И хотели бы пригласить не только руководство Казахстана, но и все акиматы. В рамках форума «Казахстан-Башкортостан» состоялись B2B-переговоры. Проведено уже 280 встреч. От республики приняли участие 74 предприятия, от Казахстана – 145. Ну и в продолжение темы. Уфимская группа компании «Питон» построит в Казахстане завод переработки газа за 28 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов в ходе заседания рабочей группы в Астане. Уфимская фирма выиграла тендер в консорциуме с родственными структурами. Конкурс по отбору подрядчика состоялся в октябре прошлого года. По информации местных СМИ, на право построить газоперерабатывающий завод претендовали еще два консорциума. На счету башкирской компании «Победители» 170 реализованных проектов на территории России и стран СНГ отметили в региональном Минэкономразвитии. Также Рустам Муратов на форуме в Астане представил еще ряд перспективных проектов с участием бизнеса из двух республик. В частности, открытие торговых домов в Башкортостане в Астане и Казахстан в Уфе и создание трансграничного логистического центра с индустриальной зоной на территории дружественного государства. С таким предложением выступил Евразийский банк развития. Росхим представил свою продукцию на площадке международной выставки «РУПЛАСТИКА-2024». Компания показала свой подход к внедрению инновационных решений для производства современной полимерной продукции. В руководстве предприятия считают импортозамещение одним из ключевых вопросов отрасли. Поэтому в компаниях, входящих в Росхим, активно работают над продуктами, которые в перспективе должны усилить технологический суверенитет отрасли. Так, одним из ключевых инвестпроектов башкирской содовой компании, входящей в Росхим, является запуск производства высокотехнологичного эмульсионного ПВХ. Мощность производства составит до 60 тысяч тонн в год. До недавнего времени более 70% этого полимера импортировалось. Наряду с БСК созданием новых видов продукции активно занимаются и другие предприятия, входящие в группу Росхим. Так, Стерлитамагский нефтехимический завод ведет работу по организации производства фенольных антиоксидантов, аналогов зарубежных. Особое место в инвестпрограмме Росхима отведено и Федеральному центру химии, где планируется сконцентрировать производство малотоннажной и среднетоннажной химии. Комиссия Совета законодателей не оценила поправки в Гражданский кодекс, предложенный Госсобранием Башкортостана. Депутаты регионального парламента предлагают дать возможность обманутым покупателям на Авито подавать в суд, даже если нет данных продавцов. В то же время рекомендации не мешают Госсобранию все же внести инициативу, следуя с проекта заключения комиссии. Как и отмечают в Башкирском Заксобрании, на текущем этапе была необходимость предусмотреть возможность подачи в суды исковых заявлений, даже при отсутствии данных о месте жительства и регистрации продавцов таких платформ, как Авито, Юлая и т.д. Сейчас без этой информации Фемида оставляет дело без движения, а заявление возвращают из ЦУ. Депутаты предполагали, что предложенный законопроект обеспечит исполнение Конституции в части гарантии прав и свобод. В то же время в Авито заявляют, что платформа на сегодняшний день привлекает десятки миллионов посетителей. Проблемы во взаимодействии с продавцами, которые доходят до судов, составляют менее 1% от всех сделок. Ранее в Совете Федерации рассказали о разработке законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов. Предполагается установить механизмы контроля за ценами регулирования штрафов, которые площадки взыскивают с продавцов. Башкортостан на четвертом месте в стране по количеству выданных займов до зарплаты. В декабре жители республики оформили 112 739 микрокредитов. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Лидерами рейтинга стали Москва и Московская область. На третьем месте Краснодарский край замыкает пятерку Свердловской области. В целом по России в прошлом месяце выдано 3 миллиона 50 тысяч микрозаймов. Это на 3,5% больше, чем в ноябре. С учетом традиционного всплеска потребительской активности в декабре, который обусловлен новогодними тратами, покупками подарков, подготовкой новогоднего стола, рост выдачи микрозаймов на уровне 3 с небольшим процентом выглядит достаточно скромным. А четвертое место, которое занимает почти полное количество выданных микрозаймов, абсолютно естественным образом коррелирует с численностью нашего населения, с поправкой на то, что уровень доходов жителей Башкортостана все-таки немного ниже среднероссийского. Самый существенный рост количества выданных микрозаймов в декабре зафиксирован в Ставропольском и Краснодарском краях, плюс 9,5% и 8% соответственно. На третьей строчке Саратовская область. Здесь показатель вырос на 7%. В Москве и Санкт-Петербурге количество микрокредитов увеличилось на 1,5% и 3,5% соответственно. У меня на этом все. Увидимся на РПК.